Здравствуйте! В эфире информационный канал о Севастополе. Городские новости в студии Ольга Деменчук. Услышать каждого в субботу губернатор Севастополя Сергей Миняйло провел традиционный расширенный прием граждан. В городской центр культуры и искусства люди шли самыми наболевшими вопросами и с одной надеждой, что разговор с руководителем города положит конец бедам и невзгодам. За 4 часа чиновники рассмотрели 60 обращений. 14 человек побывали лично у губернатора. Что волнует горожан об этом в дальнейших выпусках новостей. Искоренение добровольно-принудительных взносов в учебных заведениях и кадровые перестановки в руководстве школ. Эти вопросы в субботу членами Общероссийского народного фронта обсудил губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Глава города подчеркнул, каждый руководитель на своем уровне должен добросовестно отвечать за обверенный участок работы. Отметив, практика сбора средств с родителей должна быть прекращена. Системная работа в этом направлении уже дает результаты. Противоречий и скандалов в школах быть не должно, поскольку это негативно влияет на учебный процесс. Добавив, все кадровые решения будут приниматься в соответствии с законом и в интересах севастопольцев. Директора школ, преподаватели в школах, они существуют для детей и для родителей. Организатором всего должен быть директор школы. Есть скандальные ситуации или противоречия в 24-й школе, в 61-й и в других школах. Сейчас идет окончательный, скажем так, этап выяснения причин этих. Для того, чтобы были потом приняты соответствующие решения. Часть решений уже приняты, вы о них узнаете в ближайшее время. Общероссийский народный фронт помогает исполнительной власти выявлять полевые точки, в том числе и в системе образования, предлагая варианты по улучшению ситуации. В субботу в Севастополе завершилась городская семейная викторина «Спасибо за победу». На финальном этапе соревновались 15 команд. Вспоминали историю Великой Отечественной войны, показывали семейные реликвии, участвовали в конкурсах. Подробности у Анастасии Синицы. Городская викторина «Спасибо за победу» прошла в несколько этапов, рассказывают организаторы. На первом участники показали знания по истории Великой Отечественной войны. Заранее придумали презентацию и семейную эмблему. В финале встретились 15 команд. Они разгадали исторический кроссфорд и выполнили творческие задания. Младшему поколению нужно помочь, изучить историю своего города, своей страны, своего народа. Знать историю своей семьи. Один из этапов – презентация родословного древа. Старые фотографии, боевые награды, семейные хроники. Из этого сложилась отдельная история каждой семьи. «У меня дед воевал, у меня отец воевал, вот его орден. И поэтому мы память эту чтим и решили принять участие в этом конкурсе». По словам организаторов, викторина поможет семьям не только раскрыть свои таланты, но и стать дружнее, сплоченнее. И в очередной раз с благодарностью вспомнить о своих предках, воевавших за родину. «Прежде всего, это приобщение семей Севастополя к содержательному, полезному досугу. Второе, естественно, это, в общем-то, побуждение познавательного интереса к изучению истории не только нашего родного города, но и страны». Участники говорят, соревновались не ради призов и наград. Важнее всего – сохранить память о подвиге и передать знания детям. Анастасия Синица, Дмитрий Долгов, информационный канал «Севастополя». А у нас к эфиру готов сюжет о расширенном приеме губернатора Сергея Миняйла граждан. Анастасия Новикова пришла к губернатору с делами общегородскими. Не нравится женщине хамство в общественном транспорте и вообще, говорит, культуру пора возрождать. «Надо, короче говоря, поднимать культуру, поднимать заботу о городе, об обществе, о детях, о молодежи. Дай Бог, чтобы у нас он задержался. Дай Бог, чтобы у него была стопроцентная поддержка, потому что он правильно, как говорится, вопрос эти стал поднимать с первого дня его правления города». Возрождение духовности не отменяет проблем бытовых. Все те беды, которые не решались годами, теперь горожане спешат озвучить губернатору. Это и газификация сельской зоны, и расселение из аварийного и ветхого жилья. Или задачка, как заставить подрядчика доделывать работы. Каждого из посетителей Сергей Миняйлов внимательно слушает, расспрашивает, изучает документы и тут же на месте дает поручение замам. Вот, например, Елена Гончарова рассказывает о своей семье. У женщины пятеро детей и нет собственного жилья. «Главное, 7 из 6 человек должна быть предоставлена жилья». «Спасибо». Такой формат общения власти и горожан, как личный прием, в Севастополе уже отлажен и достаточно эффективен, считает Сергей Миняйлов. Более того, скоро на постоянной основе заработает приемная губернатора. Все заявки будут ежедневно распределять по ведомствам. И тогда совсем не обязательно по любой проблеме будет бежать к первому лицу города. Чтобы работали все звенья, не только сверху вниз ставилась задача по обращениям, но и внизах, в органах исполнительной власти, каждый на своем уровне, слушал людей и решал их проблемы в рамках своей компетенции. А к заместителям приходят как по социальным вопросам, так и с конкретными предложениями. Например, у казачества есть план по развитию агропромышленного комплекса. А духовенство подготовило проект строительства храма в бухте Голландия на северной стороне. Батюшка поясняет, обстановка там депрессивная. Церковь и вместе с правительством города решают одну очень важную задачу – улучшение социального климата в городе, духовно-нравственной обстановки и патриотического воспитания населения. А бывает и так, что приходят на прием просто выговориться и обсудить внутреннюю политику с директором профильного департамента. Губернатор принимает людей по личным вопросам. Еженедельно заместители губернатора и директора департамента работают с населением в открытую. Поэтому, кто хочет задать вопрос, кто хочет получить ответ на него, пожалуйста, приходит и получает этот ответ. Это принципиальная позиция губернатора, принципиальная позиция нашего правительства. У людей наболело, наболели какие-то вопросы. Это, как правило, социально-бытовые, это вопросы повседневные. Мы черпаем вот эти вопросы, черпаем задачи, которые ставят наши севастопольцы и пытаемся их решать. Анна Малышко, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Впервые в России 7 февраля по всей стране отметили День зимних видов спорта. Праздник учредили совсем недавно, в декабре 2014 года. Его посвятили победе сборной России на Олимпийские игры в Сочи, а также годовщине со дня открытия соревнований. Во всех городах страны прошли шоу и концерты. Севастополь не стал исключением. В первый праздничный день торжественное построение на ледовом катке Мусоне. Зрители увидели показательные выступления юных фигуристов. Некоторые из них успешно выступили на общероссийских соревнованиях. От имени губернатора Севастополя Сергея Миняйла и зрителей и спортсменов поздравил начальник управления по делам молодежи и спорта Олег Вечерко. Кроме того, торжество посетил серебряный призер Олимпийских игр в Нагана, двукратный чемпион мира в танцевальных парах Олег Овсянников. Для будущих звезд фигурного катания он провел мастер-класс и автограф-сиссию для всех желающих. А завершилась первая часть праздника танцевальным шоу с участием детских коллективов Севастополя. Все детишки хороши, конечно, каждый в своем разряде. Я был приятно удивлен, что многие владеют хорошими, достаточными элементами, неплохо их делают. Понятно, что все волновались, видно было, немножко подзамерзли, конечно, вы их подержали, они не успели немножко прийти в себя. А так, в принципе, детишки очень хорошие. Оценку вообще дает зритель. Я думаю, что всем понравился сам праздник, он продолжается. И много будет, очень много еще желающих прийти, посмотреть на фигуристов, поучаствовать, потренироваться, особенно на открытом уроке. Думаю, что всем понравилось. И у меня на этом все. Следующий выпуск новостей уже через час. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин